Нама Ом Вишну Падая, Кришна Престая, Бутален Шримате Бхакти Веданта Свами Нама Ом Вишну Падая, Кришна Престая, Бутален Шримате Бхакти Веданта Свами Намасте Сарасвати Деве Горовани Прочагине Ниль Вишиша Шунья Вади Намасте Сарасвати Деве Горовани Прочагине Ниль Вишиша Шунья Вади Ниль Вишиша Шунья Вишиша Шунья Вишиша Шунья Прабу Нитя Нанда Шри Адвайта Прададар Шри Васта Ди Гора Бхакти Веданта Продолжение следует... 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 Прабху нитянанда, Доши Адвайта, Краматара, Живастанико, Раматарина. Жая Шри Кришна, Шайтанья, Прабху нитянанда, Шри Адвайта, Гададар, Шри Васадьгора, Бхактавринда. Жая Шри Кришна, Шайтанья Прабху нитянанда, Шри Адвайта, Гададар, Шри Васадьгора, Бхактавринда. Ари Кришна, Ари Кришна. Кришна, Кришна, Ари. Ари Рам, Ари Рам. Рам, 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 Ари, Ари. Ари Кришна, Ари Кришна. Кришна, Кришна, Ари Кришна. Ари Рам, Ари Рам. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 стоят, работают, и тебя ждут. Ты просто не знал, что нужно заходить не в эти двери, а в эти. И цель достигается. Вот такой бытовой пример, как недостаток информации делает наш труд очень тяжелым. Просто потому, что мы не осведомлены в некоторых вещах. Вот точно так же с нашим тонким телом. Если мы знаем, как оно устроено, просто осведомлены, мы можем быть более результативны в этой внутренней работе своей. Если нет, то нам будет это казаться непрактичным, непосильным трудом и так далее, и так далее. То есть, если мы не имеем информации, действительно ничего не получится, потому что механизм достаточно сложно устроен. Так. И все равно, чтобы подойти уже вот, получается, к третьему к третьей части, получается, нашего семинара, еще пока теоретическую, четвертая, как я сказал, будет практической, нам нужно увидеть эту теорию в некотором, в некоторой сопричастности друг к другу. Как я сказал вчера, хорошо бы сделать карту, раз бы уже дошли до этого, все-таки карту я построю, то есть, логическое описание нашего разговора. То есть, почему вообще об этом говорил, как это согласуется с тем, что мы уже сказали, что было целостное представление, это важно. то есть, что касается что касается теории, теории сотрудничества касательно Майевады, как проблемы, как препятствий в сотрудничестве. То есть, мы начали с того, что есть задача сотрудничать, сотрудничество. Для того, чтобы сотрудничать, необходим общий интерес, это очевидные вещи, сейчас вспомним, общий интерес, то есть, мы можем быть реально вдохновлены сотрудничать, если есть личный общий интерес у каждого. Наш общий интерес – это искон, его судьба, то есть, общий интерес есть. Искон очень важно. Мы определили по милости наших старших преданных, мы вчера смотрели ролик Равин Сару Прабо, где открывается внутренняя сущность искон, что она связана с духовным миром, очень важно, иначе наш общий интерес будет неполным. Значит, будут противоречия, сотрудничество не получится. Очень важно знать, что искон, он духовен, можно выделить такой внутренний искон, вечный, который является ничем иным, как веточкой древа Господа Читания, который растет из Майапура по всему миру. и вот эта веточка растет и внешне проявляется как некий внешний искон с его общинами, храмами, центрами, посольствами, так сказать. и означает, что есть сотрудничество на этом плане, внешнее сотрудничество, и как мы уже сегодня убедились, что оно временно, потому что будет обязательно сквернение Майавады, то есть это объективно, мы как бы, то есть здесь нет элемента того, что ну такого не должно было быть. Нет, Майавада обязательно есть. И вот на уровне внешнего сотрудничества она будет реальным препятствием. И именно Майавада делает так, что она не допускает нас к внутреннему сотрудничеству. То есть она скрывает от нас духовную сущность друг друга, а на деле просто уничтожает постепенно веру, что вообще есть внутренний искон. Ну метафора. Древо, Господочитание, ну как-то это красивая метафора, но так она не ощущается, не подтверждается в отношениях. То со временем ну это больше как такой символ религиозного движения. Ну никто в это не верит. Майавада так действует. То есть она вот на этой ватерлинии между внутренним и внешним исконом просто блокирует наши отношения и не пускает нас в духовный мир. То есть искон просто мыслится как внешняя организация. Так, то есть тут мы попытались разобраться, работаем с Майавадой, работаем с качеством сотрудничества и приводим к тому, что вот Майаваду нужно подробно разобрать, да, вот анатомия Майавады. отчасти мы успели об этом поговорить вот сегодня до обеда. Там еще есть некоторые элементы, но я думаю достаточно. Для нас важно в контексте вопроса надо было хори, что анатомия упирается ну то, что на языке философии называется антропология. Антроп означает человек. То есть Майавада упирается в некий сегмент тонкого тела человека. Тонкое тело или на санскрите антахкарана. Тонкая причина нашего материального существования. Условно выделяет четыре уровня антахкараны. Это так называемая чита. То, что непосредственно покрывает душу, еще переводится как оскорененное сознание. То есть это не чистое сознание, но это первое покрытие чистого сознания, скажем так. Оно свободно от аханкары. Вот следующая аханкара. Аханкара порождает буддхи разум и буддхи, как мы знаем, уже через манас проявляет себя в этом мире. Это тонкое тело. И работа над майвадой целесообразна и возможна вот на этой кромке. Потому что вся майвада заточена на вдохновение аханкары, чтобы запустить механизм материального существования. Кто поколитель аханкаре из сильных господь Шива? И кто автор майвады калиюга? Шанкарчарик, который за экспансией господа Шива. Зачем господь Шива это делает? Распредснять майваду? Чтобы стимулировать калиюгу. То есть это его служение. И именно по милости господа Шива как преданного господа мы можем понять, что вот здесь у нас открывается некое поле деятельности. То есть благодаря трансцендентному знанию, скажем так, Шикша, то есть вот эта парампора, разоблачаем айваду. говорили вчера, и это очень важный момент, хорошо, если он не ускользнет из-под нашего внимания, что на самом деле единственное, что делает Ачарь, они разбивают айваду. Разбивая айваду, они убирают философскую основу из-за ханкера наслабеет вместе с материальным разумом и умом. И человек сразу может ощущать, что у него здесь есть свобода выбора. То есть быть на платформе сознания, ну пусть оскверненного, но хотя бы свободного от ложных отождествений, или влипнуть в аханкеру, а там я уже ничего не контролирую. Это уже сила, она превыше меня. И что значит кривотокур, я буду быстро прогонять материал, я знаю, что многие преданы в этом с этим знакомы. Если даже не знакомы, это не будет сложно. То есть как работают эти пять ступеней обволакивания живого существа, это обидья, то есть просто я сначала забыл, кто я. То есть я не помню, что я частичка Кришны. То есть нет, не подтверждается в ощущениях, в переживаниях. Святое место пусто не бывает, если я не знаю, кто я, а жить как-то надо, нужно какое-то отождествление, тут же приходит так называемая смита, в терминологии Шиньи Чикарат Такура, это ложное отождествление, вот это ложное я и мое. Практически та же Аханкара. То есть ну вот, не знаешь, кто ты, ну вот будешь этим. Дается определенное обозначение, связанное уже с материальным существованием. Апиладевы это описывает в 26 главе. То есть как бы Атма, она переопределяет себя в материальных категориях душа. Или как говорит Удхова, вернее, сам Кришна Удхове в 11-й песне, что в материальном мире роль Атмы играет Аханкара. Вот прямо таким текстом. роль Атмы берет на себя Аханкара. Вот это я, я самость. Так, все. Если я знаю, что я, допустим, человек, мужчина и так далее, все, мужчина уже ясно, что вот ему нужно это, рага, и очень не нужно чего-то другого, двеша. То есть он уже все знает, что ему делать, якобы. Он привязывается к тому, что необходимо для выполнения потребностей, связанных с этим отождествлением и избегает тех вещей, которые не дадут ему удовлетворять эти потребности. И все. То есть он пытается контролировать то, что не под его контролем. Он зависит от объекта враги и двеши, а контролировать это не может. Это в руках проклятия материальной природы. Поэтому Абхиньи Веша глубинная эмоция страха вообще за все. Абхиньи Веша. Просто жить страшно. Поэтому все отношения, все проявления жизни исходят из эмоций и страха. Защититься причем самому. Поле деятельности, которое я чувствую, оно уходит из-под контроля. Вот это состояние безумия в этом материальном мире. так, вот. То есть где у нас лазейка? Лазейка вот здесь. Пока мы в состоянии обиди, то есть мы потеряли расу, то есть мы не чувствуем, что в вечной частичке Кришны, эмоционально это не подтверждается. С помощью шикши, с помощью милости Ачарьи, освобожденных душ от этого всего, мы понимаем, что вот этот звук он дает нам осознание того, что можно действовать на уровне Читы, а не на уровне Аханкары. То есть вот здесь кнопка. И кнопка она конкретная, то есть описан функционал. 26 глава третьей песни Багаватам. Прямо описываются три функции Читы, которые соответственно перекрываются тремя функциями Аханкара. Они просто блокируются. И человек даже не осознает, что у него вот это вот пространство есть, Читы, в котором на самом деле он может отраженно видеть Господа. Ну, проще говоря, чтобы не вдваться в подробности, если повторять Святое Имя на уровне Читы, мы сразу чувствуем, что Святое Имя это Сам Кришна. Совершенно естественным образом, без всяких усилий. Мы понимаем, что это не просто звук, это Личность. Как только повторяем на уровне Аханкары, все, сразу трудности, чтобы услышать Святое Имя, чтобы каким-то образом войти в отношения с ним. Это то, что называется Намапаратха. И практически вот борьба в джапе, это борьба выхода с уровня Намапаратхи, в Намапхаз, это тоже вот это пространство. Так, и когда мы с вами обнаружим это, это просто карта, да, будет уже практическая часть, которая позволит постепенно избавляться от этих уровней обусловленности через три этапа Шаранагати. То есть мы знаем, что из шесть этапов Шаранагати, какие? Анукуляси Санклопах, практикуляси Ваджанам, то есть принять благоприятный для предного служения, отвергаем неблагоприятный для предного служения. Это будет преодолеваться одна функция Ханкары, потом Ракшиши Шиатити Вишвасо Копритве Шаранам Варнам Ядха Варнам Ядха То есть потом более тонкие причины связанные с оточтением себя с органами чувств. Мы почувствуем, что в этом можно положиться на Кришну. Кришна может защищать нас. Не просто мы должны сами защищаться своими руками, ногами, глазами. В этом можно положиться на Кришну. наконец, Атмани Кшепа Карпанья это уже пхава лечится непосредственно. Мы свои желания сокровенным тоже доверяем Кришне. Это первый момент, чисто классический вайшнавский путь постепенного предания. Второй момент связан с психологическими усилиями. Это Гасвай Махарадж описывает четыре вида садханы, как работать с этими тремя функциями ханкеры, чтобы они хотя бы слабели и не мешали нам воспевать святое имя, чтобы выходить в это пространство читы. И потом, мне кажется, очень продуктивный момент, это то, что делал Бакценсор Свати конкретно так называемый Дрик Дрища Вичар. Практика того, что мы постоянно понимаем, что мы объект служения, мы не субъект. Не мы служим Кришне, а Кришна служит через нас самому себе. Не мы видим Господа, Господь видит нас. Бакценсор Свати называл это одним из ключевых учений своего послания. То есть своего послания. Ну и если хватит времени, мы поговорим об этом. Это очень практичная вещь, она авторитетная, и она пришла к нам через правопаду как дар, дар нашей парампуры. Чтобы сориентироваться, то есть сотрудничество мы понимаем, что нужно глубже осознать наш общий интерес, он погружает нас в какие-то внутренние откровения, понимания о внутренней сущности Искон, что именно Майавада блокирует нам проникновение во внутренние сущности Искон. и по мере того, как мы Майаваду преодолеваем с помощью знания, с помощью определенной практики, мы углубляем общую реализацию по поводу духовной сущности Искон, и там уже строим отношения. То есть задача в том, по мере личного успеха преданных, когда они входят в отношения, в Сангу, они начинают вот эту как бы платформу своих отношений строить на чисто духовном опыте. Вот то, как Прабхупада. Вот он встретил своего духовного учителя, и он почувствовал, что он встретил своего вечного отца. Вот он прямо в одном комментарии пишет, что по воле свыше я встретил своего вечного отца, и вот здесь началась моя духовная жизнь. В этом смысле отношения Шивы Прабхупады и Бхакистас Расваде были уже вечны, неразрушены. Поэтому он всегда понимал, что нужно духовному учителю, знал, как служить ему с максимальной эффективностью. Вот. И как нам нужно получить веру, что такие же отношения должны быть у нас друг с другом, ни больше, ни меньше, что это возможно. Если мы не верим, это влияние Майвады. Такова теория. все. Есть ли вдохновение разобраться в том, как вот проникнуть в этот промежуток между нашим оскверненным сознанием и нашим ложным эго? Кто зависает? Поднимите руку честно. так, 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 так. Кто не зависает? Вдохновите тех, кто зависает, пожалуйста. Нет, так не получится, надо как-то так, аргументированно. почему вы верите, что это практично, что это вас не загрузит, а наоборот даст какой-то инструмент? Мы обсуждали так спонтанно, незнакомы были и вот эту тему обсуждали и каждое действие, которое я делал, я четко видел, что я делаю изложенного как раз из Майвади, а раньше просто это не видел, и можно было сказать, ну, я такой плохой, тем не менее, мы все это увидели, только радостные были, и экстаз был. Ты в школе хорошо учился? Плохо. Философ по образованию? Нет. То есть это доступно для человека, который там не великий ученый, не отличник в школе, не философ, то есть нормальный, да? Вот этой веры нам не хватает. Ну, это для философов, знаете, мы тут ну, вот хороший пример, что можно, любой преданный, любой преданный может осваивать этот долг. Да. Я завис именно на том месте, почему между Аханкаром и Жизнь Аханкаром нет, это пока декларация, я же еще не объяснил. Я сейчас вот разложной объяснять, как это происходит. Ну, то есть в этот момент понятен, что моя Вада, она обслуживает Аханкару, ну, то есть усиливает ее, делает ее как бы ценной, то есть указывает, что вот смысл жизни в этом есть, чтобы утвердиться, чтобы опереться на ложное отчисление в этом мире, подкрепиться отношениям, признанием в этом мире, что это именно такое, и развиваться в этом направлении, то есть развивать Аханкару на основе тех ресурсов, которые нам наша карма позволяет. Вот философия Маевады четко вот в этом нас утверждает. Прямо или косвенно, даже под видом освобождения от Аханкары, все равно мы добываемся освобождения на основе Аханкары, становимся Богом, Аханкары становятся Богом. Так, ну что, давайте, может быть у кого-то есть 26-я песня, 26-я глава 3-й песни, можете следить, читать, так, это какой у нас текст, а есть у кого-то 3-3, может вдруг случайно, то есть я помню, либо это 20-й, либо 21-й текст, 3-я песнь, 26-я глава, это точно помню, здесь есть у кого-то, вот, спокойственное сознание, спокойственное сознание, да, свачхам, шантам, так, должно быть авикаритвам еще, так, 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 да, вот, свачхатвам, авикаритвам и шантатвам, это 23-26-22. Сознание, то есть чита, это тонкое тело, на самом деле, это проявление махататвы, или недифференцированного состояния материальной природы, которое состоит исключительно из гуны благости, и гуна благости обладает способностью адекватно отражать духовную реальность. То есть чем ценно чита, что она дает бхагаватбимба, это называется. Бимба, значит, отражение бхагавана, Бога. Почему? Потому что там нет корысти, там нет лай, там нет вот этого пассивного состояния сознания, ну, вот этой притупленности материального мира. там нет викшепы, там нет беспокойства, там нет еще раги и двеши. Это просто такое ясное сознание бытия. То есть это еще не чистый браман, то есть душа там не в чистом состоянии, она покрыта вот этой тонкой материальной оболочкой, чита, это все-таки материя, но там еще все видно. Вот приводится пример, как вода. вот если вода очень чистая, вы видите дно, как она есть. Вот во-первых, чисто, во-вторых, так как это естественно такое спокойное умиротворенное сознание, то оно очень вкусное, очень притягательное. Вот когда мы мечтаем о счастье, вот это мечта чего-то подобного, значит, чите, все хорошо, ничего не беспокоит, ничего не тревожит, все чувства умиротворены, нектарные, нектарное состояние, блаженное. И при этом есть спокойствие, умиротворение, то есть вкус означает, что ничто не отвлекает, то есть естественно состояние сосредоточенности на любом предмете. Можно сравнить с ребенком, вот ребенок смотрит на новогоднюю игрушку, нектар, то есть он сразу наслаждается, потому что ему от этого игрушки ничего не нужно. Вот любая вещь, на которой направляет сознание, она его удивляет, она его восхищает. Такое очень детское сознание. Что не покажите ребенку, он будет вдохновлен. Это чита, вот там просто ханкара, еще очень слабенькая, и он просто способен с нему удивляться. Говорят, мудрец, он как ребенок, да, лао-цзы, китайцы говорили. То есть так как он смиренен, то он приобретает вот эти эмоции ребенка, он смотрит на человека и восхищается, какой удивительный человек. Мы говорили на санге, смотришь у кого-то другое мнение, думаешь, какое экстаза, другое мнение, очень интересно. Нет защиты, что у тебя что-то другое надо, это будет защищать от другого мнения, этого нет. Это есть авикаритвам, то есть способность, ну просто естественно сосредоточиться на том, что попадает в поле твоего внимания, в поле твоего сознания. и спокойное, ну потому что такое умиротворенное внутреннее мирное состояние. И аналогия с водой здесь очень уместна, потому что именно через щиту мы можем видеть духовный объект. Так или иначе, если он попадает в наше поле восприятия, допустим, святое имя, то щита будет вот отражать правильно, и она будет осознавать, что святое имя это некое отношение, это не просто имперсональный звук. Ну и говорят, что если в этом состоянии долго повторять святое имя, какое-то время, то и форма возникает, и качество, то есть там можно все видеть. Я не могу своим опытом поделиться, но так или иначе. Вот то, что нам гарантировано как результат безоскорбительного воспевания нам абхаз, это все происходит на уровне читы. Вот. и сразу же Апиладев в этой главе продолжает, что тут же материальная природа так действует, что это оскверненное сознание, оно притягивает к себе материальное ложное эго. Так, тамасаж, материальное эго, оно проявляется из махататвы. Так, так, ну здесь оно еще не описывается, нам лучше дальше пойти. то есть сначала говорится, что именно Аханкара, она становится полем приложения трехгун материальной природы. То есть материальная природа еще на читу не действует, они проявляют свое разнообразие уже когда есть, грубо выражаясь, прилипание сознания к Аханкаре. Там они вступают в силу. И через Аханкару под влиянием гун возникает либо разум, либо ум, либо чувство. И вот двадцать шестой текст получается до двадцать шестой главы предоставляет нам функциональное описание деятельности ложного эго. Вот как раз эти три функции, которые попеременно блокируют проявление читы. Итак, деятель картрит вам орудие деятельности каранат вам и результат карьят вам. Зачитаю, что при этом ложное эго может быть умиротворенным, то есть в гуне благости эти три функции могут осуществляться, может быть деятельным, как в гуне страсти, или пассивным. В зависимости от того, какая изгун на него действует. Так, как вы думаете, картрит вам вот само настроение, внутренняя эмоция, я действующий, она какую функцию читы перекрывает? Так, сейчас я напишу, чтобы не было. Это сосредоточенность, естественно, без усилий, то есть нет линии, беспокойства, нет беспокойства. И на что направлено, вае означает лень, вещество беспокойства. Отключение. То есть это обеспечивает, что это просто сознание, на что направлено, а вае может быть полежать. Это ментация, я не слышу, сосредоточенность, что это? из усилий. Да, авикаритвам. Так, читта, читта, три функции. Так, и шанта, шанта, твам, умиротворение. Умиротворение. Почему? Потому что нет ни раги, ни двеши, ни абхинивеши. Нет привязанности, нет страха перед чем-то, и нет, ну, смысле нет. Нурага означает привязанность, веша означает того, что покушается на наше благотворение, и абхинивеша означает страх. Вот этого всего нет, поэтому умиротворение, естественно, есть. Так, картритвам, я действующий, вот сама бхава, сама эмоция, как вы думаете, какую функцию блокируется? картритвам, означает отождествение себя с объектами в своей деятельности, картритвам, отождествение с органами чувств, а картритвам, вот это вот бхава, я действующий, я что-то могу. Лайя, это что, как вы думаете? Что выводит из равновесия, что ленится, что беспокоит? Ну, глаза беспокоятся, да, уши отвлекаются, да, звуком. То есть, это каранатван, да, давайте с этого начнем. Каранатван. То есть, я, отсуществая себя с органами чувств, и органы чувств, они немедленно притягиваются, как магнитами, к объектам чувств, все это дает нам беспокойство, и потом усталость. Утечка энергии идет через чувства. Так, карьятвам все-таки, отождествение с объектами чувств. По-моему, я уже не помню, честно говоря, по-моему, это шантатвам все-таки. Карьятвам, карьятвам, да. Потому что, умиротворение связано с тем, что мы лишены чувства собственности, а карьятвам расширяет чувство собственности. То есть, мое, мое, вот я что-то сделал, там мой дом, там, моя машина, и так далее, и так далее, все, умиротворение уходит, я вынужден контролировать то, что не под моим контролем. То есть, есть беспокойство. Да, вот, ясность, прозрачность теряется, когда я просто думаю, что я действующий, я тут же теряю, ну, что называется, адекватность. Я теряю вот это естественное представление, что я не контролирующий, что от меня вообще ничего не зависит. Вот эта ясность уходит. Все живое существо готово для путешествия в материальный мир. Все, энергия пошла, все, ничего не видно, кажется, что на чем-то сосредоточиться, нужно усилия, так просто за ней приходит, за умертвение нужно бороться, нужно защититься. Почему? Потому что я действующий. Мутное сознание, умопомращение, безумие, строго говоря. Так, для того, чтобы хоть к какому-то результату привести наш сегодняшний разговор, асизаму, я не буду говорить о Шаранагате и не буду говорить об этих четырех видах саданы, которые работают с этими функциями, ну, как бы, подавляя их к какой-то степени. Я расскажу о том, как нашел выход из этой ситуации Бхакцан Сарасвати. То есть, как он делал, как он вдохновлял своих учеников. То есть, прежде всего, Бхакцан Сарасвати Такур, он открыто выражал свою печаль или свою неудовлетворенность по поводу того, что он видел, что процесс Шуда-бхакти, то есть, богощественный процесс, который дал Господь читание, не столь эффективен, вот в случае своих учеников, он увидел, что несмотря на то, что процесс дается правильный, что руководство правильное, есть некие, скажем так, обусловленные культурой некие внутренние препятствия в жизни каждого человека, даже в культуре Индии, современником которой был Бхакцан Сарасвати, которые не позволяют принять процесс до конца. Вот это он видел. То есть, люди принимают ангеру по госпами, люди жертвуют многим ради того, чтобы добиться успеха в духовной жизни, но при этом он видел, что очень трудно преодолевается вот эта платформа намоаппаратхи. Он как раз видел это как? Он видел, что почему-то ученики не сотрудничают, почему-то все равно есть конкуренция, почему-то есть постоянное выяснение отношений по поводу того, у кого какая собственность и так далее, и так далее. И он понимал, как ачарьи, как великие ученые, что есть это укоренившаяся привычка выполнять нечто в этом мире на платформе «я», «я действующий». И его формулировки метод звучит так «дрик дришья вичару». Вичарь означает некое размышление, одна из функций разума, имеется в виду оперативных функций. Когда преданный, он буквально практикует некую установку, теоретическую установку, связанную с тем, что он понимает, что невозможно совершить служение. Вот говорится, нужно совершить служение. Но Махараш тут же говорит, ты не можешь совершить служение. Вот как совершить служение, если я не действующий? Ну, тогда мы тоже задаемся этим вопросом. Нужно встать на мангларати. Ну, простая операция, но простая на уровне ложного эго. То есть нужно внушить себя, что я могу встать на мангларати, взять, встать и прийти. Но тут же нам говорят, что мы не действующие. Вот как так встать на мангларати, чтобы быть еще не действующим? Ну, так это парадоксальная вещь, что мы делаем? Ну, перелистываем страницу дальше, где полегче тексты. А Байсанс Расвад говорит, нет, нет, вы должны как-то вот так встать на мангларати, чтобы быть не действующими. И вот так прийти к божествам, чтобы понять, что вы их не видите. Но получить даршин. И вот этот внутренний запор, вы чувствуете сразу внутри такое чувство безысходности, он очень полезен. Вот этот запор, и понимаешь, я должен что-то сделать, чего я сделать не могу. Как мы прославляем Шриле Прабхупаду, всех Ачарьев, его последователей, что они пытались делать невозможные вещи. Буквально сегодня Мандакинь Матвич говорила, что Прабхупада перед тем, как поехать в Америку, он посещал Адвайтоват вместо служения Адвайтоват Ачарьи и просто плакал. когда Пуджарь однажды подошел к нему и спросил часто приходите и повторяете святые имена и плачете, что у вас, что может чем-то помочь. Прабхупада говорил, что Гуру дал мне миссию, но она невыполнима. И вот я плачу, что я должен выполнить миссию, но ее выполнить невозможно. Только по милости. Адвайтоват Ачарьи, только по милости Господа, читаний, не те надо. Вот что-то подобное. Вот до подобного состояния Бхгстен Сарасвадь буквально доводил своих последователей. И нужно было иметь веру в духовного учителя, чтобы выдержать этот здоровый стресс. Есть истории, как люди не выдерживали. Давайте с них начнем. Однажды один богатый человек пришел к Бхгстен Сарасваде и приблизительно такой диалог. Дорогой Махарадж, скажите мне, мне очень важно знать, от этого зависит моя духовная жизнь. Вы видели Кришну? Скажите мне. Я никому не скажу. Он искренне верил, что вот это есть фундамент его веры. Видел ли этот Махараш Кришну? На что Махараш отвечает со своеобразной логикой. Какая вам разница, видел я Кришну или нет, если я не смогу вас помочь вам увидеть Кришну? Нет, это понятно. Потом, вот сейчас вы видите Кришну или нет? Кришну с моей помощью. Да почему? Потому что если вы будете действовать передом служении, просто думая, что я вижу Кришну и вообще будете хотеть увидеть Кришну, то вы не сможете услышать флейту Кришны. Ну ни о чем. Зачем мне флейта, если я саму Кришну вижу? Вот это проблема Ханкары, это не проблема Бхагсана Сарасвати. То есть что делает Ханкара? Она ставит нас в положение, что мы можем что-то воспринимать. А мы можем быть вовлечены в восприятие. Другими словами, мы можем просто поставить себя в положение, когда мы будем воспринимаемы. И так мы воспринимаемы, мы начинаем осознавать духовный мир. Подобно тому, как если мы видим Солнце, мы увидим себя. То есть с какой точки зрения цель оправдан? Надо увидеть Бога. Но метод совершенно неправильный. Увидеть Бога мы не можем. Мы можем поставить себя в положение, когда мы становимся воспринимаемы. И это достаточно, так мы частички Бога, чтобы вернуться тоже в положение того, что мы осознаем, что мы воспринимаемы. И я тоже начинаю впоследствии этого воспринимать Божество. Сложно. Ну вот Бхакцин Сарасвати так довел его до истерики. Он так и ушел ни с чем. И он потом ученикам объяснял, что понимаете, вот такие люди, они никогда не станут ценить наставления духовно учителя. То есть главное, что должен сделать гуру, он должен как-то вдохновить человека следовать наставления. Тогда он попадает в поле зрения Кришны и начинает развиваться. А когда он устремлен, чтобы увидеть Кришну, он не ценит наставления. Он думает, что наставление для начала. А вот когда я следую наставления, получу какое-то откровение, тогда я все увижу. То есть аханкара, она не позволяет нам понять, что когда мы следуем наставлениям, мы уже освобождены. То есть когда мы находимся в поле влияния Верховной Личности Бога, благодаря Его представителю, это уже уровень освобождения. Это как раз то, что мы ищем, но не так, как мы это себе представляем. То есть другими словами, мы хотим воспринять, получить опыт того, о чем не имеем никакого представления. Поэтому мы выдумываем. Вот мы же не знаем, что значит увидеть Кришну, а хотим. И вот попробуй докажи. Это же привычка, ну как, ну мне покажите просто, как это сделать, ну что вы меня мучаете? Второй пример мучительный. Это уже про Ананта Васадева. Когда к ним в храм Гаудиамат в Калькутске пришел один ученый и ну это был почетный гость, Ананта Васадев начал кормить его просадом. Ананта Васадев вот он в таком настроении, он как бы близкий ученик Бхатисан Сарасвати, вот он видит, что этот гость, он с большим удовольствием значит принимает этот просад и видит, что он ест его, ну ест просто. И он пытается так, это ученый человек, вывести его на философские рассуждения и ну приблизительно так спрашивает, не хотите ли вы порассуждать на тему того, вот как вы думаете, вы едите просад или просад ест вас? и он страшно оскорбился. Он чувствует, что видимо, ну как, вот он ест, наверное, ну не знаю, ну как обычно, что кто-то вот неприятные чувства почувствовал, решили над ним подиздеваться, вот он так это понял. И настолько он был оскорблен, что написал письмо Бхатистан Сарасвати вот с этой претензией, что вот я вкушал просад, а вот мне вот такое сказал ваш близкий ученик. И опять-таки Бхатистан Сарасвати так он чувствовал, что вот здесь очень важный момент его послания. Он взял это письмо, буквально собрал учеников, начал читать и говорить, вот видите, вот видите, вот эта проблема, с которой я борюсь. То есть люди не могут понять, что они не способны соприкасаться непосредственно с духовным объектом, они могут только служить им. То есть не могут быть инструментом служения духовным объектам. На самом деле правильная позиция это то, чтобы стать инструментом показывания почтения просаду. Только тогда мы чувствуем, что это божественная пища, она не отлична от духа. Тогда мы можем понять, что значит есть пищу в духовном мире. Более известная история, когда во время лекции зазвучала гонг, вернее, раковина, началась арати, один ученик оставил лекцию и пошел получать Дашин божеств. На что Бхазанс Расвати немедленно отреагировал и сказал, что он пошел упражнять глаза. Что значит, что он пошел смотреть на божества во время лекции духовного учителя? Значит, он вообще не понимает, что значит получить Дашин божество. Только глазами наставления духовного учителя можно получить Дашин божество. Поэтому пошел просто упражнять свои глаза. Он думает, что глазами увидит божество. И так очень настойчиво Бхакцин Сарасвати пытался изменить вот эту внутреннюю позицию своих учеников. То есть мы не можем воспринимать духовный объект. Мы есть дришта. мы точнее нет дрища. Мы объект того, те, кого видят. Сначала мы принимаем это теоретически и мы это практикуем. И если это принимается, именно практикуется в духе следования наставления духовного учителя, мы обязательно получаем вот этот опыт, что наставления гуру они дают нам возможность сходить с платформы ложного эго. То есть наставления гуру они всегда противоречат, ну как входят в столкновение с нашей привычкой ну саму организовывать себе жизнь. То есть что такое наставление? Наставление означает, что нужно делать это, а по карме нужно делать что-то другое. Допустим, никому из нас по карме не нужно ходить на манглары. Это не заложено в нашем гороскопе. Поэтому просто чтобы стать утром, казалось, такая банальная вещь, происходит очень серьезное напряжение. То есть нужно просто из веры в наставление духовного учителя отодвинуть всю свою обусловленность, все влияние звезд и сделать это. И каждый преданный знает, что если он сделал этот шаг и поднялся, потому что таково наставление духовного учителя, а еще важно именно с этой мотивацией, он получает особый опыт свободы от кармы. Не знаю, как вы, в молодые годы я буквально лечился с помощью садханы. Если я болел, я знал, нужно просто рано встать, все сделать, к просаду, все симптомы болезни уходят. Я не знаю, может быть, не очень удачный пример, но моя вера держалась, потому что такие чудесные случаи, просто, ну понимаешь, надо здесь поверить в наставление духовного учителя, и у меня все это как иначе осуществлялось. то есть через наставление духовного учителя мы постоянно на грани находимся между своей вот этой вот привычкой жить в соответствии с этими функциями и свободой от этих функций. Понятно, что это еще не духовное тело, это еще не душа как таковая, это некое пространство, скажем, такая своеобразная река вираджа между духом и материи, где я могу чувствовать, что Гура это и есть Кришна. Я, если я следую наследию духовного учителя, прихожу на приветствие божеств, я буквально чувствую, что божества дают дашин, они присутствуют, они меня видят, и это здорово. Сегодня мне хватило сил оказаться перед ними. Мне опять повезло. Не я вижу божество, мне повезло, что я здесь оказался в поле их зрения. естественно, эмоции, благодарность, что вот и сегодня удалось следовать наставлениям духовного учителя. Какой я везучий человек. Сегодня мне позволили тоже жить в духовном мире, а не в соответствии своей кармой. А когда мне не удается следовать наставлениям духовного учителя, я знаю, что я проиграл. Вот эти функции, они возобладали. Так. Так, давайте обсуждать. Я чувствую зависание. Это значит, что я слишком много сказал. Хотя бы надо было дотянуться до какой-то кнопки. Давай попробуем обсудить. Харикришна, можно? Да. Я так понимаю, это одна из фундаментальных вещей понимания вот этой кнопки, понимания того, что мы являемся не тем, кто видит, а тем, кого видит. Потому что я как бы вы более глубоко копнули и может быть время больше. И именно этому посвящен семинар. Просто я раньше это слышал до какой-то степени. У Горга Винды с вами в книгах, то есть у Матхавананды Прабу, он об этом говорил даже и не раз, и Мактьюгьянга с вами Махараджи, но я раньше это не мог понять. Подтвердите это, насколько это серьезно. Еще раз может быть. это отправная точка вот в этом пространстве, да, в попадание в это пространство, в ход в это духовное состояние. Да, вот как раз здесь, ну, каждый может сформулировать это на своем языке, потому что все равно вера наша будет формироваться на основе вот собственного опыта. То есть назовите так, как хотите, но вот эта вот привычка, что я понял, я начинаю предное служение, вот она исходит из-за ханкары. Мы не можем совершать предное служение, мы можем встать инструментом в руках гуру. Это же совершенно разная нацеленность. Допустим, я знаю, что я не могу совершать служение, а наставления нет. Что значит, что я пытаюсь служить Кришне? Еще думаю, что я служу Кришне и жду результатов. Ну, нонсенс. Любой преданный поймет, что это невозможно. Поэтому, если какое-то пространство моей жизни не освещено наставлением духовного учителя, то есть под какую-то часть моей жизни нет наставлений, понятно, что там ложное эго, там кармическая деятельность. Там результаты будут только таковы, что мое ложное эго будет набирать свой капитал. Если какая-то часть жизни имеет наставления, которые идут по парампоре, то там у меня хотя бы выбор есть. Я могу знать, что если я захочу, я могу делать вот эту сферу жизни как мне вздумается, а в соответствии с наставлениями. То есть не я совершаю служение, я следую наставления и меня подхватывает вот эта внутренняя энергия, которая вложена в наставление, вот эта бала, сила духовная. И там набирается вот этот опыт, что вот без этого здорового стресса, как сегодня утром был разговор, невозможно. То есть всегда наставление духовного учителя упирается вот в траекторию моего ложного эго в этом материальном мире. И вот здесь, если есть вера, я получаю силу выполнить наставление, говорится, в наставлении заложены бала, сила, но нужно же довести до этого контакта. Вот сейчас я должен выполнить наставление, карма как бы другая. И я вот здесь, как мы говорим, предаюсь, то есть выбираю духовный учитель и получаю балу. Как только признал, сразу силу получил. В форме освобождения от кармы так это происходит. я вот момент силой вот этой шрадхи выбрал наставление гуру, меня приподнимают над кармой, дают силу, я начинаю действовать соответственно наставлением. И это работа, это внутренняя работа. это похоже на то, когда начинаешь двигаться на автомобиле, отпуская газ, выжимая сцепление, нажимая одновременно. Это ваш язык, как угодно. У каждого разные аналогии. Надо было? Ну вот я так почувствовал вот сквозь эту самую сферу своих взаимоотношений с духовным учителем, да? То есть если ты действующий, то тебе все понятно, ты даже вопросов не задаешь. Да, да, да. Вот. Ты просто знаешь, как действовать, а как действовать, тебе говорит Аханкара. И ты даже не пытаешься осветить эту сферу своей жизни и спросить у гуру, гуру Махарадша, вот как мне питаться, а как мне здоровье свое поддерживать, а как мне там вот это делать или вот это. И я делаю это сам, не согласовываясь с гуру. Вот. И может быть вот эта моя самость, она и не позволяет мне спросить. Потому что если я спрошу, то это может быть будет в разрез к тому, что я привык. Но если я все-таки ну как бы спрашиваю, вот тогда вот, то есть гуру Махарадша, духовный учитель, он может регламентировать ну всю мою жизнь. Вот от начала, от подъема до отбоя. Так, вот здесь может быть очень уместно. И вот где здесь место санги равных? Здесь вот место и предназначение вот этого сотрудничества, которое мы мечтаем. Я хочу что-то сделать, какое-то служение в общине. Вот могу я его сделать без наставления преданных? Которые тоже ответственны за какую-то кшету. Вот я не получил благословения, то есть гуру не проявился через преданных, и вот я решил что-то сделать в служении. Вот что это такое? Это вообще служение? Нет, получается. Это просто вот мое хорошее желание, ну, благородное. но подведена под это балло духовная сила, здесь инструмент в руках духовного учителя, да с какой стати? То есть чувствуете, да мы жизненно друг от друга зависим. То есть если мы не получили наставления от преданных, которые рядом с нами, то означает, что мы действуем не в наставлениях, а на платформе ложного эго. у нас пример есть недавно был, Сачарь Ратной пробовал, ну, знаете, наш Санктитанчик знаменитый, вот, он хотел на марафон уехать, а мы как-то в совете, нам как-то что-то втемяшилось голову, что если он уедет, у нас в Перми марафон провиснет, а он все время, ну, уезжал, привычка у него всегда была такая, вот уезжать на марафон, и в Перми он уже там приелся, там все, ну, вот как-то у нас разговор никак не закончился, вроде как, мы хотели, чтобы он остался, он хотел уехать, вот, он уехал, но на какое-то расстояние отъехал, у него машина сломалась, в хлам просто, опыта вернулся, говорит, преданный, ну, простите, как-то, я понял, то есть, санкций вашей не было, вот так вот случилось совсем недавно. Ну, вот, а что значит ашрам тогда в этом смысле, почему каждому нужен ашрам? Кто такой муж для жены, жена для мужа? Ну, если это ашрама? Это интересно, нет? Посмотрите, какой экстаз, то есть, когда мы получаем связь с гуру через близких людей, которые кажутся для нас препятствием в духовной жизни, без них, да, мы вообще не можем ни на ложном эго, ничего сделать, по технике, значит, мы сейчас про сферу говорим, которая находится за пределами ума и разума, и мне было интересно, как мы можем, при помощи чего мы пытаемся понять, что там находится, и как на это взаимодействовать, ну, воздействовать, очень полезно было, да, понять, что это с помощью наставлений духовного учителя, которые находятся выше этого всего, и я понимаю, что для чего мы вот сейчас это все пытаемся как-то, ну, переварить, систематизировать, для того, чтобы появилась вера, да, вот как ты сказал, что нужна вера определенная для того, чтобы начать практиковать, выполнять наставления. Я добавлю, еще нужно поле для подлинного сотрудничества, то есть, когда мы добираемся до этих вещей, мы понимаем, не сотрудничая с преданными, мы не можем заниматься предным служением, мы не имеем наставлений, мы вынуждены будем на уровне ложного эго действовать, ну, чтобы оценить, зачем нам нужно сотрудничество, что значит подлинное сотрудничество. Что имеется в виду под полем? Поле означает, что вместе мы получаем гуру-кшетру, благословленное поле деятельности в преданном служении. То есть, друг без друга мы оказываемся в одиночестве, то есть, в каждой своей карме. То есть, это как-то благодаря семинару происходит поле? То есть, поле как связано с тем, что мы сейчас... Я сейчас просто хотела эту самбанку обозначить. То есть, зачем нам нужно сотрудничать на местах, в регионе, потому что через эти отношения мы получаем наставление, благодаря чему у нас появляется шанс действовать не на платформе ложного эго. Если это всё не организовано такого сотрудничества, то мы вынуждены просто под видом преданного служения заниматься кармической деятельностью и назвать это сотрудничеством. Хотя это просто, ну, сговор. То есть, при помощи веры мы вдохновляемся на том поле, которое мы получили по Парампоре действовать на платформе выше, чем платформа ложного эго, опираясь на наставление духовного учителя, которое проявляется через преданных, через сангу, равных, через мужа и жену, через детей и тёщ. Вопрос, вот эта вера, она где базироваться должна, потому что, сколько я понимаю, вера в уме — это локи, ка-шрадха, да, и она тоже нас, в принципе, куда-то может подвигнуть. Вот мы сейчас что должны вот, ну, как бы ожидать эта вера, она, как убедиться, что она на уровне разума, если она на уровне разума должна быть, где она? Есть закономерный процесс, как шрадха входит как ценность в наше сознание, и вот здесь есть что сказать, как раз читание Севи правого, у него есть хороший семинар по поводу того, как формируется система передачи Шикши с разных уровней сознания проникает все глубже и глубже. На самом поверхностном уровне сознания это просто есть какой-то большой гуру, ачарья, потом мы способны принять не просто какого-то, ну, практически неземного человека, да, а какого-то уже земного человека, дикша-гуру, потом еще более адекватно можем воспринимать, что какой-то человек, который вписывается даже в какие-то земные законы, тоже может быть носителем абсолютно истинной, шиша-гуру, и в конце концов младшие, равные, преданные, то есть процесс вот этой веры, он постепенный, он как бы захватывает наше сознание с самых поверхных слоев до самого глубокого, да, аномая это ачарья, или аномая это у нас, ну, это просто гуру в сердце, но типа что хочу, то и делаю, что сердце говорит, пранамая это уже ачарья, дьяномая, ну, все знают, да, эти уровни сознания, туда уже добирается шикша, вегиана, это уже так, 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 ну, так или иначе, разные уровни гуру, они дают нам непосредственно опыт переживания, знания в форме наставлений, ну, то есть это происходит не так просто, что услышал и все понял, то есть не должно быть разрыва, то есть сначала должна быть вера в ачарью, как минимум, потом его представителя, потом представителя, представителя, и по мере того, как дошло до близких преданных, только тогда мы можем понять, это все настоящее, вот это следует этому, 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 все начинается, вернее, заканчивается на Шриле Прабхупаде, Шриле Прабхупаде это Кришна, и я внутренне чувствую, что это нечто настоящее, то есть эта вера работает, то есть я чувствую вот этот фундамент, как мы говорим, прибежище в сердце, то есть я чувствую, что я следую наставлению вроде бы обыкновенного человека, но понимаю, что это и есть Кришна, то есть я чувствую эту балу, духовную силу, то есть это неоднокоментный процесс, ум услышал, как вот логически переварил, стоит поверить, более-менее правдоподобно, нет, так это не работает, то есть помимо ума все происходит, ачарья, дикшагура, шикшагуру, близкие, преданные, адитиварна, что ты чувствуешь по этому поводу, мы о том говорим, это применимо? Я немножко между словами бодрствованием пытаюсь эту тему реализовать, может быть это эго немножечко усыпит, немножко, если так в шутку это облечь, а без наставлений, вот я сейчас пытаюсь понять, вот жена все, что говорит, это шикша? Вот практическая, да, и вот то, что Малагавинда пробовал, обозначил вопрос, где логика шатха здесь будет, а где шастрия шатха, то есть как различать наставления, или это моя квалификация, или это моя сада наутренняя будет способствовать, или там мой вчерашний просад, или служение, вот что, как вот ворваться туда и не выпадать оттуда, да, вот помните, не забывать, я вот эту вот для себя задачу сейчас ставлю. Давайте тогда так вопросы поставим. Когда жена действительно является представителем года. То есть нужно же еще, ну как бы, чтобы это проявилось, ну как, допустим, мужчина начинает жить женщиной, это же еще не значит, что он стал мужем. То есть женщина, она еще каким-то образом так вдохновляет мужчину, чтобы муж почувствовал за нее ответственность, и тогда мужчина превращается в мужа, а женщина становится женой. То есть что-то должно произойти, да, в отношениях именно. Потому что она не просто какая-то женщина, она жена, это вообще две разные вещи. С женщинами общаться нельзя, а с женой нужно общаться обязательно. Это же должно что-то произойти во внутренней позиции. Вот точно так же, еще не жена, а гуру. Это же должно произойти. Если это не произошло, то жена будет, ну, просто, как жена, говорит, что до конца не все так хорошо, наставления не пройдут. То есть вот это тогда, читание свое, может, поможете, как это, как гуру Татва здесь доходит до семьи нашей, до семейной жизни. Мне вот ваш пример нравится, который вот с розами, как все трансформируется. То есть наше сознание, ну, с тюльпанами, с тюльпанами, да. То есть наше восприятие этих тюльпанов меняется от того, как мы сейчас относимся к этому контакту, который сейчас происходит. То есть если у нас есть подозрение, ну, вот это вот, моя вада, позиция, то есть собственной значимости, то, соответственно, ну вот, не угодило там, ну, не знает, какие мне цветы нужны. Это будет тогда жена, ну, или женщина будет действовать, не гуру. Но как только мы допускаем эту идею, что Кришна 24 часа в сутки окружает нас, мы допускаем это в сердце, что, ну, мы душа, и кроме души и Кришны никого нету. Соответственно, вот она и жена, и прохожий, сосед, и везде Кришна один. Мы допускаем это внутри. То сразу нам начинает нравиться, что говорит жена. То есть, ну, там, она меня учит, может быть, или поддерживает, неважно, она может меня ругать, но это все будет духовный учитель. Немножко, немножко расцеплено. То есть достаточно просто допустить внутри, вот прямо так заработает. Ну, вот вы же говорили, позицию мы меняем внутри. Как раз я имел в виду, что это спонтанная эмоция, что она вот не под контролем нашему. Ну, так уж, просто мне вдруг начали нравиться цветы, которые мне не нравились, это связано с глубокой внутренней позицией, которая сформирована еще до того, как мне цветы подарили. в том-то и дело, что вот это вот так захотел, изменил. Не, не захотел, изменил. Мы же не рассказали, с чего вдруг у человека позиция, ну, как бы, полюбить желтые цветы появляется. Он работает над собой, это уже вопрос практики нашей. Почему? О практике и речи. То есть, как жена может стать гуру, как это? Это же наша философия, самбанха, есть я и Кришна, больше никого нету. Это вот, ну, как мы ее практикуем, так это и будет. То есть, мы утром молились, Кришна, приди, Шримати Радхарани, займи меня в служении, кроме тебя никого нет, я хочу попасть в твои игры. И вот они приходят в игры. То есть, вы только встали, четки положили, только что просили об этом, если мы бхакти-йогой занимаемся, чтобы вот с алтаря сошли, Радха, Говинда и так далее. И вот они начинают к нам входить. А если жена просто капризничает в этот момент? Это уже не жена. Если у нас была искренняя молитва, чистое воспевание, какая жена может быть? Если это Кришна приходит уже. Это убеждают, наверное. Ну, а жена не в курсе твоей джаквы, что тебя предался Кришна. Причем тут жена? Кришна же находится в Евсе. Причем тут жена? Это мои отношения с Кришной. Так. Жена тут ни при чем, оказывается. Я же только что звал Кришну, очень искренне и чисто его звал, чтобы он задействовал меня в служении. И он начинает задействовать. Кроме него, кроме него никого. И жена мистически преображается. Ну, допустим, она атеистка вообще. Да при чем тут она вообще? При чем тут она, когда это мои отношения с Кришной? Кришна находится в ее сердце. Ну, давайте вопрос к читанию Сеи. У него все получается, похоже. Убеждает это? Может, супруга поможет? Я не знаю. Можно я? Вы чувствуете, что иногда бац, и в оборот попали? Потом читаю Сеи, хорошо Джабу прочитал. Как это у вас там происходит? Нет, я что-то... Нет, я заблуждаюсь в философии. Скажите мне, пожалуйста, я что-то не то говорю. Я немножко провоцирую. Ты извини, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, чтобы все... Я тоже. Я тоже. Вот просто, может, кто-то скажет, что мы не... Все понятно. Что нас не этому обучают. Мы не в книжках про Папапады читаем. Мы не к этому стремимся. Не это наша цель или что? Я не могу понять. Нормально, практично. То есть Джабу прочитал, и жена гуру. Не просто Джабу прочитал, а трудился усердно, без оскорблений прочитал. Участвовал во всей садане. А если плохо Джабу прочитал? Жена может сказать, а ну Джабу читай хорошо. Или уже все. Я специально провоцирую. Конечно, это можно. Но тогда какие могут быть, ну, так сказать, претензии? Только к себе претензии, что я плохо прочитал, если я вижу жену. Мы должны беспокоиться, что мы не видим гуру. Понимаете? А гуру... Но если у меня нет отношений с Дикша-гуру, нет отношений с Правопадой, о чем Равин Сару про Бога говорит. Каждый имеет отношение с Правопадой. Для меня это просто слова. Нет Шикша-гуру, нет вот какой-то ответственности в служении. Может вот такое произойти, что это может дойти до жены без Шикша-гуру, без Дикша-гуру? Как это может пройти? Не может это... Вот так вот это же самое важное. Показать, что близкие люди это некий завершающий сюжет. Конечно. А как мы узнаем о том... Поподробнее, пожалуйста. Откуда мы узнаем, что Кришна, есть душа и Кришна? От кого мы это узнаем? Где это нам? Кто нам расскажет? Водитель троллейбуса или сосед расскажет об этом? Нам только это расскажет Прабхупада и Духовный Учитель расскажет. Это ответственность. То есть на фоне ответственности перед Шикша-гуру, перед Дикша-гуру, перед преданными получается. Я читаю Джапу и понимаю, что преданные действуют в том числе через близких. Вот тогда это осуществляется. Да, да. И там везде одно послание. Везде одно послание. Все начинается, конечно, идет сверху. Сверх душа, Прабхупада, Дикша-гуру, Шикша-гуру и доходит вот до жены. В любом случае. Ну, этого никто не менял. Но я хочу сказать о том, что, вот вы начали эту идею, что мы, вот эти нижние этапы, мы их вырезаем. То есть мы принимаем сверх душу, Прабхупаду, Дикша-гуру. А вот Кришну, вот здесь вот этого, вот который вот здесь сидит, в царе, в тхоте, мы его, ну, не готовы принимать. Там есть жены, есть младшие преданные, есть старшие преданные. А Кришны здесь нету, понимаете? Но это не так. Это один и тот же духовный учитель. И там одна и та же сверх душа действует. И Кришна так действует. У него форма такая. Он не сходит сюда, именно в этой форме. Ну что, помогает это? Ну, открывайтесь преданные. Потому что, ну, действительно, тема такая, ну, на пределе. Можно? Мешает, да. Я вот очень хорошо понимаю, о чём Читания Сева говорит. Я тоже вот это вот, но реализовываю, приходит это понимание, что есть я, всё, что меня окружает, это Кришна, прямо или косвенно. Ну, прямо он там в духовном мире. Здесь косвенно, посредством своих энергий, он полностью проявлен, как бы для меня. Поэтому, если находишься в таком состоянии, как бы ученика, да, ты слушаешь. Но также у меня есть ещё некий другой опыт, что вот приближаясь к духовному учителю и получая от него совершенно конкретное наставление, я начинаю чувствовать, что я, ну, начинаю входить в противоречие с какими-то, ну, ещё с какими-то преданными или с тем, что у них в мах, может быть. потому, потому что ты получил, ну, чёткое, неоднозначное. И ты это пытаешься транслировать и против, люди против. Вот интересно. Поле для сотрудничества. Мы так и выравниваем друг друга под наставление. Да? То есть это благоприятное такое вот напряжение. Но в данном случае Дикше Гуру, он играл роль Шикше Гуру. То есть когда идут ещё конкретные наставления, Дикше Гуру или Шикше Гуру. Да, и есть санга у меня. Да, и санга. И вот тут затык может быть. Тут затык, потому что какие-то люди из моей санги, они с этим не согласны. Я получил прямое наставление. А тут как быть? И вот тут выясняется отношение. Вот ты становишься Гуру. Ну, в ученической позиции. И вот ты полностью завистишься. Если они не примут тоже эти наставления, не подтвердят их, ты не сможешь выполнить наставления своего духовного учителя. Значит, я должен так себя с ними вести, чтобы они приняли. чтобы они благословили, подтвердили, что это настоящее. И все получают благо. Ты, они, то есть всё прочищающая ситуация прочищается полностью. Именно от вот этой оханкары, от склонности кармически действовать, даже в сфере служения. Это же великое благо. Представляете? Один отстоял наставление своего духовного учителя, все подтвердили, ситуация полностью одухотворяется. Милость. Но тут вот мне, вот это мне понятно, то, что вы говорите. Но вот как вот с этим быть, что вот всё, что мне предные самки говорят, это тоже Кришна? Это не всё. Не всё. А вот то, где они в правильной позиции, когда они тоже принимают наставления, они становятся проводниками. Только вернулись в ложное эго, всё, у каждого своё мнение. Это значит, что если я не учитываю, ну как бы сказать, вот эти все проявления гуру на уровне Ачари, на уровне Шикша гуру, на уровне предных моей сангии, на уровне моей жены, то есть они должны как бы не входить в противоречие, что ли. То есть если я жену слушаю, а гуру не слушаю, то я запутаюсь. То это странно, да. Или я слушаю жену, ум своей жены, и думаю, что это гуру, но не учитываю, что гуру на самом деле по этому поводу считают. То здесь я могу запутаться. То есть надо всё сводить, вот прямо вот все вот эти вот моменты. Тогда всё и очевидно становится, тогда мы уверены, что это служение, тогда всё и легко идёт. Это читта тогда. А ханкара так ослабляется, что мы просто видим, да это и есть Кришна. Вот. Ну как вот читание своего дела. Да это и есть Кришна. Учити, всё отражается адекватно. Спасибо огромное, Амала Говинда. Према с точки зрения как отражения, ой, Шатха, она как отражение премы, ещё есть такое выражение? Ну, капли премы, как отблизцы, да. Премы. И у неё, ну, подразумевается, что природа, она тоже какая-то свободная и всепроникающая, и как бы своевольная, наверное, да? То есть она эти характеристики перенимает. И к тому, что мы как бы Шатху привыкли воспринимать, то есть это наша вера, это наш какой-то багаж, наша вегьяна какая-то, что-то такое, что вот нашим атрибутом является, и она где-то вот… Нашей собственностью. Да, и с этой точки зрения она вроде как где-то должна располагаться вот, ну, вот в нашем, в каком-то из наших карманов. Вот. И мы вот сейчас получили какую-то самбанху, да, и мы сейчас её как-то будем думать, там, переваривать, там, что-то с ней происходит. И такое ощущение, что вот то, куда наша вера, насколько глубоко она попадает, там, или на уровне ума застревает, или глубже проникает, оно вроде как, как бы зависит от того, насколько мы её пускаем, насколько мы правильно понимаем или неправильно понимаем что-то. Ну, как бы вот где эта граница всё-таки между восходящим и нисходящим путём, то есть где тут наши усилия заканчиваются, а где они ещё работают, то есть всё-таки шатха – это не наше что-то, это что-то нисходящее сверху и никак нам не подчиняющееся. Классический ответ я только могу дать, это буддхи-йога называется ещё наш процесс, то есть так или иначе ум здесь нам не друг. То есть ум нужно поставить под контроль. То, что ум выстраивает по поводу всех этих истин, это просто его рисунки. Мы этому не верим, не доверяем. Кришна говорит, наполни разум трансцендентным зданием. То есть Шикша должна войти в разум. Разум сосредотачивается на Шикше и сама способность разума сосредотачиваться заставляет ум думать в правильном направлении, мананам. То есть есть шраванам, мананам. То есть как только ум становится под контролем разума, который уже наполнен Шикшей, он начинает думать в правильном направлении. Он друг. Вот что из него не выйдет, можно серьёзно принимать. Помните, Читань Чанчаран Махараж делился вот этим опытом, что ну как через ум можно просто узнавать те вещи, которые ты ни разу не видел? Как, допустим, коровы слизывают малину. Помните? Ну не буду проговариваться. Ну как-то простой пример. Он рассказывал своему другу, они попали в малинник, и он говорит, а ты знаешь, дорогой, как вот коровы малину едят? Они ведь так очень осторожно едят, они её не ломают. Вот так язычком, говорит, с пестика снимают малину и едят. В результате малина остаётся и потом ещё плодоносит. Убедительно. Но тут друг спрашивает, а откуда ты знаешь? Ты видел, что ли, постоянно, как коровы едят? Ну нет, ну я так чувствую. Говорит, ну вот так ты лекции читаешь. И читающий человек говорит, ну да. Он несколько говорит, когда ум под контролем, не волнуйтесь, он говорит правильные вещи. То есть ум начнёт говорить бхагавадгитой, он начнёт всё доставать, если он под контролем. Но это будет только после того, как разум наполнен шикшей. Поэтому чисто технологически мы начинаем с разума. Вот мы читаем 26 главу, 3-й песни про Аханкару. Это вообще для нас непостижимые вещи. Но разум помогает нам медитировать на эти вещи. Если мы будем медитировать, ум прямо откроет нам вот это различие между читтой и Аханкарой, мы так услышим, что он войдёт туда, наше сознание войдёт. То есть как мы вот чертили, а где мы его чертили? Смотри, попадает в будхи. Будхи просто концентрирует манас. Манас не распыляется на всю эту вещь. Он сосредотачивается на шикше и приоткрывается, что вот всё тут начинается здесь. Почему? Потому что манас подчинен будхи, будхи сосредоточены уже на Аханкаре. Всё. Мы как бы получаем эту позицию наблюдателя. Как бы это отпускает нас. Ну как сворачивается, как вот есть, разворачивается, как одеяло пространства, говорится, а потом сворачивается. Как вот в йоге мистики уходят. Сначала в чувство входит ум, ум в разум, разум в ложное эго, и всё, и они отстраняются. Почему будхи на Аханкаре такое, ну у меня было представление, что шикше, она как-то минует Аханкару, и то есть разум связан с трансцендентным источником, Аханкара она просто... Аханкар это сфера бессознательная, ты туда вообще ничем не залезешь, пока вот эти вещи, они не отвлечены естественным образом от объектов внешнего мира. Они заняты, уже утечка энергии идёт. Манас, он в растопырке, весь во внешнем мире. Всё. О коих Аханкаре речь, он уже может только выдумывать. Но если будхи уже в шикше, манас подчиняется, это всё собирается, то есть материальных мер как бы нет, ну то есть объекты чувств отстраняются. Всё, это же видно всё. Оно видно. Ну то есть позиции наблюдателя мы видим. А Аханкару просто по функциональным вот этим вот вещам, мы чувствуем, что вот есть вот склонность, да, действовать, увлекать чувства, мы просто делаем, ну, такой стоп, и сразу видим, вот здесь вот, вот здесь всё видно. Понятно, что для этого нужно обязательно прямая связь с Духом. Кали, Кали, Намарупа, Кришна, Аватара. Вот сейчас Кришна для нас, это Намарупа. То есть сейчас мы можем позволить себе все эти разговоры, потому что у нас есть сам Кришна в форме святого имени. Харе Кришна, это Он и есть. Поэтому когда вот это всё собирается, и мы же здесь будем Харе Кришна повторять, не просто думать. Вот этот звук, он тут же как бы, ну как даёт нам вот эту вот связь. В чите сразу вот видно. То есть там связь становится прибежищем, опорой. Как вот сегодня говорилось, тоже вспоминали, есть только две реальные вещи, это Нама и Джива. Вот в чите это ясно, что есть Я и есть Кришна в форме святого имени. Вот это отдыхает, поэтому контакт Нама и Дживы происходит. Всё вот в этом состоянии. Понятно, что это только начало. Это необходимое условие освобождения. Для чего? Для служения. Если мы по милости святого имени вот этого освобождения, при этом ещё в наставлениях духовного учителя, духовный учителя Ханкару занимает, Буддхи Манаск пообежали на садхуну. И прямо чувствует, это не мы действующие. Это нас занимают. Так бегло. То есть сначала собираем всё это в порядок, отвлекаясь от внешнего мира, при этом повторяем Харе Кришна, Джапа. Джапа отражается именно в чите, нигде ещё. Мы чувствуем там, ну, прямо силе. Почувствовали твёрдость. Чем-то дар Панамарджана. Всё. И потом ещё знаем, что делать. Ну, в смысле, куда, куда. Наставления знаем. А наставления через Буддхи, они занимают Аханкару. Вот здесь же идёт вот эта бала в освобождении энергии. То есть это было, если вот всё это опять вовлечено во внешний мир, всё, звёзды давят. Аханкара должна так по карме действовать, так, 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 так. А тут всё собралось. Вот. И тут ещё другая сила, которая более могущественна, чем гунны материальной природы, чем все звёзды, чем вся астрология. И всё. И оно побежало, соответственно, с линием духовного учителя. Всё, санкции есть. Господь Читания же настоящие. Санкт-Петербург на яге настоящий, авторитетный. Мы же ничего не придумали. Всё. В этот момент вся астрология отодвигается. Ну, то есть она как бы занимается. Ну, как ресурс просто используется. Я хотел бы глубже понять, как бы сказать, ну, то есть у меня был вопрос, вы частично уже ответили, то есть Читта. Это такое вот состояние сознания, такое наше правильное, ну, или более-менее правильное отождествление, из которого мы можем ясно как-то воспринимать реальность, духовную реальность. Вот. То есть если говорить о практике, то мы должны достигать уровня Читты внимательным, безоскорбительным повторением святого имени. И таким повторением, что я не считаю, что я действующий, и я вот в неком зависимом состоянии. Так вот. Да, да. Вот то, что Госвей Махараш добивается в этом семинаре, святое имя особая милость в господочитании, что хотя бы во время Джапа, он говорит, вы должны чувствовать, что святое имя нас повторяет. Не мы повторяем святое имя. Не так, что захотел, он начал языком повторять. Мы должны хотя бы вот здесь довериться святое имя, чтобы святое имя заплясало само у нас на языке. Это наша ответственность. Если даже в Джапе тут трансформации не произошло. То есть вот это мои усилия. Да. И это мне гарантирует, если я вот, ну как бы вот поднимаюсь на уровень Читты, правильно повторяя святое имя, я более успешен становлюсь как бы в сотрудничестве. Ну то есть... Особенно если после Джапы еще есть наставление, что делать, оно плавно переходит. Мы чувствуем, что воспевание продолжается. То есть это есть воспевание 24 часа в сутки. Тело побежало, оно инструмент в руках Гуру. А я что делаю? Мне же делать ничего не остается. Я просто повторяю Харе Кришну. Сутки направляют. Кроме Харе Кришна мантры непосредственно у меня есть еще наставление в миссии, да, вот это вот заряд, запах. Как распространять это повторение святое имя? Господь Читания. Он переживает расы, а внешне выглядит как Санкиртана Яги. И это не я. Не я выполняю Санкиртана Яги. Это делает не Те надо. Да, да. А что я делаю? А я Харе Кришну повторяю? У меня этот был случай в Ауриндаване. Вот в этот раз. Давай. Мы ходили с Харинамой. Опыт был такой первый. То есть я возил группу и еще присоединились к преданной. 30 человек. Мы ходим с Харинамой по Ауриндавану, Радхакунду вот так обходим. Я пою. Радхакунду пою. Обходим с Харинамой. Вот так просто кроет, что такая энергия какая-то удивительная спускается. Люди кланяются. Вот я иду, пою. Люди кланяются, вешают гирлянды там, что-то еще как бы. Вот. И вдруг я начинаю думать, ну, это я пою. Вот. И все сразу так, все так, ну, все ломается как бы, да, внутри какой-то теряются ориентиры, и я ничего не понимаю. Я просто не сталкивался с такой ситуацией еще. Вот. И потом, ну, судорожно начинаю думать, что, как, какое правильное настроение понять, принять. И потом я понял, что люди не мне кланяются. Люди кланяются, ну, Харинам, Господу читаний, которые сейчас, как бы, ну, проявляются. То есть, и я сам стал кланяться вот этой энергией, как бы. Все тогда стало нормально. Харе Кришна, хотел поблагодарить вас за столь ясное прояснение. Тут уже я, можно сказать, свое мнение скажу, свое переживание. Вот уже десятилетиями ищу вот эту всю систему правильного подхода к духовной практике. И вот сейчас поняла, хочу прояснить еще один момент, более глубокий. Вот, Анадабула Харе сказала вот эту истину, что этот процесс включается, когда мы воспеваем Святое Имя в определенном умное настроении. Ну, в правильном мы понимаем, я не действующий, я слуга Господа. А вот дальше-то, вот как это дальше? А это настроение, я тоже, ну, я слышала теоретически, что это вот в Санге, и в Санге мы находимся с правильным настроением и так далее, и так далее. Мне хочется понять вот дальше, а как захотеть вот это, воспевать Святое Имя на правильном настроении? Где я это настроение черпаю и всегда, и что делать, в принципе, чтобы не терять это монастырь, потому что оно внутри-четыре теряется. Уже вот, ну, простите, мой горький опыт. Я просто делюсь только тем, что есть. Как сохранить это монастырь, что вот этот процесс это включились и работали, ну, скажем так, не то, что я на бессознательное хочу их поставить, а именно, как включить постоянную осознанность вот этого, что процесс работал, я ощущала присутствие Бога в своей жизни через посредством общения с окружающим миром. То есть, ну, вот это правильное самбанда была бесконечная, это было движение души домой. Ну, как бы, процесс, не знаю, до конца ли я объяснила. чтобы джапа была каждый день в таком настроении. Что мы можем включить, если мы не действующие? Бхакти, санджатая, бхакти. Вот это центральный момент, да, бхакти-йоги. Вот то, о чем вы говорите, настроение, оно переходит только через бхакт. То есть, мы получаем вот это настроение только в непосредственном общении с теми, кто находится в этом настроении. Ну, и там же есть какие-то правила тоже. Это же нет. Там нет правил. Обязательно, вот, специально дается, вот только, вот в этом случае только по милости общение с предными. То есть, в этом смысле без преданных все это мгновенно превращается в теорию. То есть, мы можем все знать, у нас ничего не получится, приходим с предными, к предным, если у них есть вот это настроение, мы мгновенно все вспоминаем. Бхакти, Санчатая Бхактиа, 11-я песня, 3-я глава, да, 50-й там, какой-то текст, где конкретно Ягендрия дает Махаража Нимин наставление, в чем суть быта Вайшнавского. Это постоянное общение с предными. Они просто встречаются, рассказывают друг другу, а Кришне дают трансцендентные знания. Ну и в Бхагавадгите, в принципе, в Четрушлоке это описано. Ахамсарваси Прабхаво, Матхахсарам Прабхататэ, все от Кришны исходит. И что? Нищ, только желание возникает, вот, как-то реализовать. Потом, Матчитамадгатапрана, Бодхаянтам Параспарам, то есть, тот, кто утвердился в этом, он общается со своими единомышленниками. Бог-тарам означает бодхаянтам, то есть, они проповедуют, рассказывают о Кришне постоянно, тушинтичарамамтича, испытывают удовлетворение просто от этого, что хотя бы они находятся в этом настроении. И вот потом, тушинтичарам, сататам, югтанам, если это достаточно долго, будхи-йогамтам занимаются разум, разум практически становится Кришной, и, как Гьяна Диппена, одиннадцатый текст, изнутри сердца Кришна просветляет нас. То есть, без преданных, без сангвес, которые мы себя отождествляем, поддерживать себя в этом настроении невозможно. Вот сейчас вот что-то возникло, вот вы уйдете, через час вы все забудете. Просто на автобус сядете, и все бесполезно. Там будет что-то вспоминать картрит вам, каранат вам, бесполезно. А сейчас по милости предных это как-то заиграло. Просто не было бы милости предных, просто бы ум задымился, и все, никакого толку. Преданные это божествует. Мы должны просто схватиться за их лотосные стопы и болеть Кришну, чтобы, не дай Бог, мы не были лишены этого. Это наше просто плач. Мы плачем так о Кришне. О, Вайшнава докура, Вайшнава, только у тебя есть Кришна. Если ты не дашь мне милость, что я буду делать? Вот это вдохновляет преданных. Они так вдохновляют друг друга. Простите, пожалуйста, я хочу эмоцию передать. Вот сейчас прямо почувствовала, что невозможно тогда говорить с преданными с пониманием я выше, именно благодаря пониманию вот этой важности присутствия так уж формальным языком попробуем сердечно сказать, насколько важны преданные моей жизни. Там уже просто не скажешь им что-то с какой-то позиции другой, кроме вот этого понимания важности жизни моей преданных. А если этого понимания нет, то просто все невозможно тогда становится. Вся духовная жизнь она сводится к нулю или там просто гордыня, я не знаю что там еще, много чего там может быть без вот этого глубокого понимания важности в жизни моей преданных. Реально невозможно сказать что-то с высока, хотя бы ну может изнутри, может как-то там по привычке можно но внутри вот эта вот глубокая благодарность за то, что есть такое общество, подаренное нам Челепрабхупадой. Я, правда, вам всем очень благодарна вот за сегодняшний момент. Спасибо большое. Замечательное завершение. Хочу выразить тоже свою благодарность за то, что мы обсудили такие глубокие вещи. Давайте попытаемся вместе служить Челепрабхупаде. Харе Кришна. Санкертна Ягья Киджа Джаганат Баудэвсу Бадра Киджа Четанчан Чиран Бахарач Киджа Челепрабхупаде Киджа Нантаку Тевешнаврин Дакиджа Гопле Баданде Харе Боу. Санкт-Петербург. Реклама Продолжение следует...